добрый день друзья сегодня у нас финальная часть обзора фильма беспредел мы в этой части сможем с вами рассмотреть о чем этот фильм какие вопросы вы задавали на самые интересные мы тоже в этой части дадим ответ а также сможем с вами понять для кого был снял этот фильм в те времена почему он снят был именно так и вообще порассуждаем это кино больше полезно или нет также не забывайте подписываться ставить лайки это очень важно для нас и напоминаю что каждый вторник и пятница в 21 30 у нас стримы и на этих стримах я отвечаю на самые интересные вопросы которые вы мне сдаете в комментариях под видео хочешь узнать ответ именно на свой вопрос приходи к нам всем рады и ждем куда тебе кинули в четвертый покантуюсь там немного опять в буру иду что у тебя за очкарик новенький все это лист туда так придурок мутиловки разводит да ты что князь он овца опустите его вроде бы не за что ты понимаешь за это с нас спросят все схвачено могол делай что тебе говорят а причину найдешь ты не первый день за забором ладно он куму ходит сучить делай не практикуется в лагерях и не практиковалось никогда а если такие вещи случалось то как раз именно это и называлось беспределом то есть если даже чек сильно ошибся даже если что-то натворил никто его наказывает таким способом не имеет права именно в этот момент когда князь дает задание моголу тот и отвечает на же за это спросит то есть принципе ответ правильный вообще эти вещи это удел малолеток там в основном происходили такие события здесь вроде зона посерьезнее взрослые люди но почему-то опять же вот такой момент рассматривается доказать человека можно не обязательно тем что его опустит есть много вариантов по которым можно было предъявить тому же филателлисту и он я бы так сказал уже очень некомфортно и находился боже в других условиях и как правило называли закрывашки то есть люди которым относятся как кочепенцами они понимают что в этом бараке им теперь не жить они бегут и закрываются и выполняют там обычные работы связанные там спахать запретку там подметать что-то то есть они выполняют там свою совершенно такую низкопрофильную работу вдалеке от остальных ослуженных при этом не надо никого опускать более того князь здесь рискует и он не сможет ответить братве что там все схвачено где-то у него на самом деле эта вещь очень пограничная и князь если действительно был бы серьезный уголовник 200 раз подумал бы чтобы дать такое прямое указание потому что если это всплывет накажут самого князя приказать кого-то опустить он не имеет никакого права ну что филателлист пойдем поговорим ты же вроде у них теперь как главный давай говорить при всех пойдем в телевизорную к комнату сядем как сталин с черчиллем поговорим ты пойдешь с нами на дипломатическую встречу валдас пошли валдас ты у дверей постой хорошо герой если разговор о нарядах то я предлагаю говорить при всем народе а при чем здесь наряды тут вот окунь а вас с ображкой зуб имеет а в чем дело то что это у тебя за носки ты же падла говорю что тебя их украли ну и действительно украли так как же тогда они на тебе оказались врешь ты все это вы с пархатом подловить меня хотели разве ты не говорил ображка за это мы уже покидались я же тебе говорил не знаю могу не знаю раз не знаешь пошел отсюда без тебя разберемся на с кем не отдал один человек я не могу его назвать истан сделай телевизор погромче стойте а что разве не справедливо очки ему надо снять очки нельзя разбивать он без них не видит ничего может быть ты сможешь объяснить как попали к тебе носки мне их кум отдал кум а ты кум уходишь сука вне закона будь паинькой давай по-хорошему в чем дело колган что вы стоите козлы ломайте дверь так же разборка город по-мирному можно решить вы кого слушали то а пидорочкастый вам лапшу на уши вешал а сам ходил к куму сучить куда ты лезешь куда ты лезешь все стоят а ты лезешь это не твое дело бугор ты хорошо подумал колган или может и завтра отсюда на рывок надеешься ну тогда давай иди давай на самом деле это ситуация не могло быть именно в таком виде и сидевший зритель естественно это подтвердил все было тихо скромно и решалось в адекватном я бы так сказал кругу не привлекалось огромное количество народу не вызывались какие-то бугры вы сначала вызывали человека которому имеют претензии проходняк блатным и если он там не мог вывести базар который начался то тогда с ним поступали в зависимости от того какой пара ступок в этот момент ему и предъявляли но если вернуться к тому какая проблема была у филателиста что он ходил к умой получил там носочки в этот момент нужно и понимать что если он сказал бы я не могу сказать то мне их отдал то соответственно он являлся той причины что он водил в блуд людей то есть сначала он сказал что носки скрысили и даже указали на какого-то храброго парня который в этот момент и потребовал объяснение откуда у тебя носки если до этого они у тебя пропали и говоря что я не могу сказать в этом он все подписывал конечно приговор потом когда он согласился сказать у кого он их взял тоже странноватая позиция мне их куб отдал и здесь у всех зэков возникает вопрос а счет теперь кум носки раздает который до этого пропали но остальная ситуация когда за него пытается вписаться в бугор и говорит что правильно что неправильно ему правильно говорят и подумай за кого вписываешься потому что если чек облечен в данном случае в интриганстве то есть именно это могли бы предъявить потому что говорит что он там кумовской и так далее для этого нужны основания носки не являются этим скорее он был бы наказан за то когда собралась компания мужиков на промзоне и он начал рассказывать где кому какие наряды закрывать то есть он сдавал в этот момент всех начальству вот здесь кстати предъявили ему намного посерьезнее было примерно показано что его там очень сильно побили то здесь справедливое наказание никто не ходит в опер часть по собственному желанию кум приходит в барак и вызывает человека который ему интересно это может быть любой человек и каждый обязан к нему пойти давайте теперь отмотаем историю потому что многие опять не понимают а кто ходит кума почему ходит кума почему князь был там же в около кабинета отвечу на это просто регулярно вас могут вызвать к начальнику опер части к начальнику колонии из моей юности когда еще соблюдались все эти правила если вдруг наберу тюрьму а в тюрьме не все были блатными особенно первоходы чтобы не было к тебе вопросы допустим ты в данный момент отвечаешь за камеру но опыта у тебя маловато так вот чтобы не было кривизны когда приходит конвойный говорит слушай называет твою фамилию это все суши куму или новый там в опер часть ты чтобы вдруг о тебе криво не подумали а такое может быть особенно как камера большая этот человек брал любого мужика кто находится в камере не из своих приятеля прям любого первого попавшегося и брал его с собой для чего чтобы если вдруг возникнет вопрос почему его дергают куму у него был на это ответы был очевидец который присутствовал при разговоре кума в данный момент с блатным и если вдруг возникают какие-то вопросы этот мужик мог прокомментировать так было или не так и здесь можно сказать только одно могол вел беседы очень правильно со всеми остальными вот когда он говорит ему слушай то может быть откинешься ли там нарывок соскочишь там завтра что тебе придется нести ответственность общение с опущенным именно момент когда наказание было именно таким она я считаю неадекватным если вдруг происходит какая-то внештатная ситуация кого-то побили кого-то поймали ли что-то еще произошло оповещается весь барак оповещается просто заходят люди несущие ответственность в этот момент в бараке это либо блатные это либо какой-то приближенный к смотрящему либо сам смотрящий ставят курс мужиков ребят произошла вот такая ситуация выявлен такой-то такой-то наказан так-то так потому что любая внештатная ситуация ведет за собой огромный процесс после этого то есть начинают дергать всех начинает дергать всех отрядник потом начинает дергать всех кул и здесь все прекрасно понимают что если вдруг то вот такой кипиш то на хрен никому не нужен могут раскидать барак могут под пересажать мужиков которые здесь не причем и некоторых ребят за беспредел могут вывести то есть начинается канитель которая никому не нужна поэтому когда происходят такие вещи все стараются чтобы это было сделано тихо и только посвященные знали про ситуацию чтобы все это не растекалось по всему лагеря вставайте твари он удавился вам не удалось сделать из него пидора слышь ты мразь плевать он хотел на вас на всех понял он удавился пфу пистон ты получил сегодня удовольствие отработай пфу пистон ты надзракцы и вот мы подошли к самому главному возмущение мужиков достигло предела как так такой парень филателит все его любили хотя мне рожа его изначально честно сказать по фильму подобрали прям вот хорошо и когда произошла кульминация момента человек не смог побороть себе то что с ним сделали и расстался жизнью таким способом то в этот момент все поняли какого парня они потеряли до этого колга нас хотел освободиться пораньше но убивает зачем было убивать этого там попу полу блатного мне тоже непонятно их могли побить их могли выбросить нам куда угодно с первого или со второго этажа то есть в этом плане все равно понесли бы наказание убивать то их зачем для чего тем более убивая чека который был исполнителем этой акции я бы на месте колганы когда эта ситуация произошла вмешался бы конечно раньше когда ситуация только наворачивалась вряд ли в этом лагере они предполагали что ну с ним будут просто беседовать с филателлистом как я уже ранее до этого говорил плотные не могут вести себя тем более ставить в оппозицию мужика мужики как раз и являются основной поддержкой этих людей которые в этом бараке решают судьбы потому что если нет взаимопонимания с мужиками вы уже изначально находитесь не там и к вам будут вопросы и претензии то есть вы там не продержите в парке в лидирующей должности я бы так сказал поэтому если рассматривать вот эту часть как начало бунта она немножко как бы так сказать вызывает вопросы должно вовлекаться основная масса зэков этого лагеря это обычный частный случай максимум что могло быть это назвал кипиш в бараке эти к санчасть пиктеев встаньте у дверей у входа эй кто это вас так забыл кто это тебя так отделал петухи взбунтовались сучий племя ведь я вас предупреждал предупреждал насчет железа а где мушкин нет больше ведька ну а вот подошел и бунт в этот момент когда происходит такие действия никто из администрации начальник отряда или те кто ходит в этот момент как дпнк со своими помощниками проверяет там самочувствие зэков в бараке неважно это ночью и ночью происходит все они в этот момент удаляется локалки закрываются для чего чтобы в данный момент все это масса не вывалилась куда-то и ее нужно было уже сдерживать для этого сразу вызывают службу немедливого реагирования это ребята со счетами с бтрами как правило они в течение там часа двух иногда трех должны появиться в этот момент неважно что уже в зоне происходит бить и загонять в бараке в локалке будут всех и только потом будут разбираться в данный момент пришел начальник отряда и стал выяснять лежат трупы все какой там начальник отряда нужно уже привлекать другую организацию которая будет разбираться что произошло тем более когда есть жертвы в любом бараке существуют стукачи которые быстро сообразят ну что происходит и в этот момент естественно они максимально быстро курсанут смену которая заступила там данный момент на ночное дежурство до того как начались эти вещи по насилию там по всяким этим самым выяснением между мужиками и блатными чего происходит а судя по всему это длилось и 10 и не 15 минут это где-то на протяжении часа полутора происходило фильм это показано быстро но на самом деле это так не происходит а реакция бы администрации была в течение 15 минут то есть сбегал бы чувачок делов там две минуты на вахту сказал бы что происходит там соответственно приняли бы меры и уже в тот момент когда там они стали разбираться с блатными уже рядышком была бы служба немедленно реагировать то есть ребята со щитами в шлемах с дубинками и со всякими приблудами в виде слезоточивого газа и приняли бы самые жестокие меры именно к этому бараку где все происходило брось нож ты что спятил нас же всех шмонать будут куда ты лезешь что ты там забыл понимаешь я казался последним падлой перед ведьком но кум ответит мне за эти носки внимание граждане осужденные остановитесь одумайтесь не поддавайтесь на провокации пусть представители отрядов соберутся возле клуба предупреждаем если вы немедленно не разойдетесь по отрядам будут приняты меры слышь ты падла пацаны у ментов холостые патроны бей ментов и так момент тоже непонятный у администрации в колонии не может быть при себе оружие когда я присутствовал при бунте тоже оружие не применялось объясню почему достаточно зайти этим ребятам в щитами с масками и с бтром чтобы как бы осужденные уже под успокоились и понимали сейчас будут применяться жесткие действия бьют да разгоняют по локалкам по баракам да из автомата никто стрелять не будет во первых а никто не будет на них нападать потому что здесь ситуация такая бунт ради того что был бунт привлечь внимание нападение на охрану нападение на администрацию все это чревато я даже слышал что где-то при каком-то бунте брали заложников здесь да может быть кто-то из администрации не успел слинять если человек попал заложники естественно может быть кончится чем угодно потому что люди агрессивны в этот момент но как правило этих людей немного то есть зачинщиками бунта является в пределах там 30 60 человек все остальное масса прекрасно понимает что будет дальше автоматы здесь вряд ли будут применяться но опять же я беру свои примеры у кого-то были другие где применялось оружие но могут рассказать свою историю во всяком случае в данный момент применение оружия я считаю необоснованным да и не могло быть пистолета макарова у старшего кума колганов ко мне ну колганов что мне твоей ленточке передать ты думаешь я не знаю что вас в отряде произошло то что он филателлист обещал революция твой филателлист наивный дурачок книжек начитался тоже мне лейтенант шмидт чего он добился свободы захотел ну что ж будет тебе свобода я лично постараюсь понятно для чего стараешься ведь это ж ты убийцкую вон она твоя судьба встань строй каганов прощай держись может свидимся еще ну и наконец-то наступил финал где опять начальник оперчасти пытается донести до колгана ну свою позицию колган возмущен показывает какие-то неприличные жесты а начальник отряда кричит когда колгана грузит в автозэк что до войне бросит это ну мы все опустим это все из фильма так быть не должно объясню как было бы учитывая что начальник оперчасти в курсе что произошло колгана бы тащили в машину уже в полубессознательном состоянии где он ничего же отвечать не мог бы не было бы ни зубов не целых ребер и я бы так сказал были бы слегка намочены штаны потому что избивают там очень жестко особенно тех кто являлся зачинщиком либо участвовал в нападении и вообще администрации не имеет под собой такого желания кому-то чего-то изначально вопрос самый первый откуда взялись носки в оперчасти давайте еще раз вам скажу тюрьма лагерь это организм который живет не по этим простым законам которые показаны фильме скорее всего когда пропали эти носки естественно кум озадачился вопросом а что там законитель произошла и быстро было выяснено куда делись носки и тот человек кто их действительно скрысил естественно их ему принес а кум уже ими распорядился по-своему как вы понимаете отдавая носки филателисту кум уже знал что с ним за это будет то есть этот момент он выписал приговор это организм который живет по своим законам и взаимосвязь происходит на любом уровне что касается вопроса что делал князь когда сидел около оперчасти их ответ простой его вызвали более того могу сказать из своего опыта это есть моих роликах когда я приехал на строгий режим у меня было удивительное зрелище перед глазами когда начиналась планерка в 9 утра и отвечающий за наш лагерь ходил на эту планерку каждый день и на мой вопрос людям которые там и что клик только пришел и люди которые там сидели это кто отвечал за наш барак смотрящий за моим отрядами гребят а чё это такое никогда не гер это нормально так вот опять же да по идее должен бы сказать во в чем дело но так не должно быть я сделал просто для себя вывод а понятно здесь так надо быть поосторожней поэтому в таких ситуациях всегда все неоднозначно просто здесь князь отличался от филателиста тем что филателист не сможет потом объяснить что делал в оперчасти а князь как раз сможет и скорее всего князь именно и делал в оперчасти то что делают все люди которые отвечают за что-то они решали вопросы касающиеся не своих личных нужд то есть он решал моменты которые связаны с движухой в лагере и князю естественно не могло быть никаких вопросов здесь он показан как человек опытный здесь кривизна только в одном когда он дал это поручение ему не нужно было его давать учитывая что мы никак не можем до сих пор разобраться какой-то режим откуда там первоходы откуда там люди опытные и я тоже не знаю как это в те времена вот это разделение первоход и второход очень сильно контролировалась и учитывая обстоятельства что мы с вами можем только предполагать предположим только то что в этом фильмы просто для общей картины усиление влияния на зрителя эти вещи каким-то образом ну сочетались хотя на самом деле я был на усиленном режиме где были первоходы там единственные кто попадали это люди которые пришли скрытые то есть у него очень тяжелая статья и часть времени это у кого-то 3 у кого 5 лет а он провел накрытый но как правило эти люди ни в какую движу уже не лезли они были для нас как инопланетяне их было несколько человек в лагере им было вообще по барабану что происходит они ни с кем не разговаривали не шутили не улыбались и жили я бы так сказал обособленно на этот вопрос отвечу так мне в 54 года играть какую-то роль там бессмысленно это либо какой-то более опытный старый зэк который как раз бы всех успокоил либо начальник лагеря но учитывая что начальника лагеря тоже сыграл отличный актер то здесь получается я какой-то старенький зэк который бы сказал бы закуриваю так папироску чё ребята все бывает зря вы так теперь что касается поведения этих людей которые явились зачинщикам этой я бы так сказал не сильно позитивной истории учитывая что люди показаны ну с позиции что они за справедливость хотя тут справедливость такая относительно один сделал нехороший поступок другой все время пер поперек но людей которые находились с ним рядом можно сказать только одно где бы вы ни находились куда бы вы не попали если существует какая-то огромная либо не большая масса людей которые уже до этого существовала и был заведен свой порядок мое мнение что самое глупое вносить туда какие-то свои идеи потому что у меня давным-давно засел такая пословица в голове инициатива наказуемо и сколько я прожил своих лет а мне 54 эта фраза всегда оправдывала себя если вдруг ты начинаешь что-то заявлять если ты вдруг начинаешь что-то переть поперек коллектива всегда у тебя будут проблемы и неважно справедливо несправедливая эта история в жизни бывает всякой прежде чем чем-то делать подумая последствия именно здесь показано то что люди которые все дело начинали совершенно не думали о том что может произойти что хотелось бы сказать в конце если у кого-то остались какие-то вопросы либо непонимание именно этой ситуации которая случилась фильме велкам на стримы когда-нибудь у нас происходит я сказал не забывайте подписываться ставить лайки следующий фильм какой мы будем обозревать мы тоже решим на стриме всем пока не попадаете в такие ситуации с вами был герман и и Продолжение следует...